всем привет сейчас мы посмотрим одну игру для google плюс одну очень плохую игру а именно dragons of atlantis это игра студии kabam игра пришла сюда когда-то из фейсбука ничуть не изменилась с тех пор вот нас окружается первое что мы видим это экран города в начале здесь находится всего лишь замок первого уровня и дракон первого уровня потом мы начинаем строить строить для того чтобы увеличивать разные циферки верхней части экран таки как уровень мощность запас золота население и разные циферки связаны с этими четырьмя ресурсами принципе не важно что они себя представляют по мере строительства циферки увеличиваются дома лечу население приток золото на другом экране можно строить каменоломни шахты лесопилки ферму это увеличивает вот эти циферки циферки могут становиться довольно большими в принципе мало не что значит благодаря этим циферкам гарнизоне можно строить армию от уровня гарнизона зависит то кого можно строить и сколько можно строить много разных картинок дистрофических драконов или прочь всякой ерунды потом имея определенного размера армию вот тут можно посмотреть сколько их можно захватывать местность окружающую городу ты с саванны леса озера горы всякая такая ерунда также есть города других игроков в основном это города тех игроков которые однажды случайно открыли игру и надеюсь не случайно ее закрыли и бочника не открывали есть конечно и другие игроки например вот здесь но их не очень много можно захватывать местность собирая армию назначали того кто поведет эту армию иногда можно выбирать драконом я к этому таким образом местность захватывается любая захваченная местность увеличивает циферки в правом верхнем углу экрана причем довольно сильно также на поздних этапах игры можно строить опусты вот такие вот которые по сути являются почти городами там тоже можно строить дома там можно строить то что лесопилки фермы шахты на ломни можно тренировать бойцов для армии цик такую ерунду потом можно построить второй отпуск третий отпуск 4 отпуск я пока построить не могу для этого нужно найти яйцо дракон это принципе не проблемой вполне решаем здесь есть такой странный дракон в общем чем заключается игра смотрим на циферки верху пытаемся увеличить циферки особенно вот эти циферки поскольку чем эти циферки больше тем и круче остальных как надоедает смотреть на свои циферки можно вступить в альянс и смотреть на другие циферки которые намного больше ну и в принципе означают все то же самое чем больше циферки в альянса тем альянс круче и хорошо быть в альянсе у которого большие циферки на экране замка можно посмотреть еще на достаточно большой набор циферок приятно но в принципе эта игра не о том самом деле смысл игры здесь за циферки имеющие некоторые реальное выражение вот здесь например долларах можно купить внутригоровую валюту рубин и цены здесь очень даже большие например кто отдаст 30 долларов это в переводе на наши деньги примерно тысячи рублей это размер стипендии студента вот чтобы получить 225 рубинов даже не знаю на эти рубины можно в магазине покупать разные несуществующие виртуальные предметы такие как ресурсы перемотку времени для строительства и прочих операций предметы ускоряющие прирост циферок в верхнем углу экрана также разные дополнительные предметы позволяющие делать разные интересные вещи некоторые такие как грант на завершение строительства очень необходимо если хочется тренировать хороших бойцов в общем то целые наборы предметов некоторые из которых стоят бешеных денег вот например 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 вот набор брони для дракона 275 мушки на это как раз примерно столько сколько в общем примерно равно стипендий студента так для справки этот набор можно получить и внутри игры примерно за 25 минут ну либо потратить тысячу рублей как хотите такие же предметы можно получить играя в колесо фортуны примерно раз в день нужно получить некоторые предметы в общем-то что можно получить можно получить ускорение я их обычно сразу трачу можно получить ускорение производства всяческие дополнительные предметы но в общем-то чего особо интересно множество виртуальных несуществующих предметов иногда можно получать сообщения в частности вот так выглядит бой бой полностью спрятан где-то внутри игры бой зависит от мощности сражающихся войск и от генератора случайных чисел в общем-то ничего особенного чем больше численность войск тем больше вероятность победить в принципе все также в игре есть чат единственный источник веселья в игре можно менять его размер можно делать его большим и больше никогда не обращать внимания на игру в игре могут атаковать этот город можно самому атаковать чужие города тут даже есть такое вот такое вот здание смотровая башня которая предупреждает об атаке здание очень бесполезное поскольку атаки обычно происходит когда никого нет дома и браузер вообще закрыт тем не менее так можно делать в ночном центре можно исследовать разные направления исследований которые увеличивают циферки в правом верхнем и левом верхнем углах экрана что еще да в принципе вот и все смысл игры когда надоедает смотреть на циферки можно смотреть на другие циферки а когда надоедает смотреть на них можно нести свои собственные деньги и смотреть на циферки по-другому зная что вы вложили свои деньги в несуществующие предметы в игре и в такую же несуществующую вашу крутость описанную уровнем и мощностью вот и все такая вот игра Dragons of Atlantis плохая игра очень плохая игра пока